МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Леоминор. Меня зовут Ксения Истриш. В эфире программа «К нам приехал». Сегодня я рада представить вам гостью из Санкт-Петербурга. Галина Ясная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что умлела, все давным-давно и смело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Может быть, но вот совсем еще недавно захлебнуло сердце в радости в груди. А теперь, как это просто и забавно, мне сказать тебе лишь хочется уйти. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что пела, все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Все равно годы проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно истлела. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что ныло, все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что ныло, все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Здравствуйте, Галина, невероятно. Здравствуйте, Ксения. Рада знакомству. А как я рада, что мы наконец-таки встретились, потому что я очень давно вас знаю, слежу за вашим творчеством. И мне очень приятно, что именно вы сегодня ведете эту передачу. Будем постигать друг друга в ближайшие час-пятнадцать. Познакомившись с вашей биографией, могу сказать, что, конечно же, закончив что-то Ташкентское музыкальное училище, что уж Ленинградскую консерваторию, можете спеть практически все. А может быть, даже и все вообще. Тем не менее, та программа, с которой вы сюда пришли, она, в общем-то, не односторонняя, она с разных сторон покажет, так сказать, то, чем вы сейчас занимаетесь, ваши предпочтения. Но почему вот больше к эстраде и последнее ваше увлечение ретро-истории, почему именно вас вот туда потянуло? С таким шикарным голосом можно было бы сделать академическую прекрасную карьеру. Вы правы, Ксения. Да, конечно, все предполагало, чтобы я могла бы стать, естественно, оперной дивой. Но видите ли, в чем секрет, стоится еще с самого детства, ведь я же хотела стать эстрадной певицей. И поступив в музыкальное училище, я понятия не имела, что там учат оперные постановки голоса. Но отдали учиться, я закончила. Потом я получила направление, как лауреат международного конкурса, я получила направление в центральный вуз страны, тогда это был Ленинград, Ленинградская консерватория Петербургская. Я уехала в Ленинград и поступила. Раз я начала учиться, значит, я закончила, и закончила. Мой дипломный спектакль был партией Виолетты и Валерии и Стравиады. Да, 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 в том-то и дело. Но несколько лет я еще ездила за границу как камерная певица. У меня были гастроли с Сарганом, были концерты в Петербурге, в Большом зале филармонии. А в театре никакого не было? Нет, вы знаете, я слушалась в промежутках между гастролями, между выездами на международные конкурсы. Я забегала, то в Кировский сбегала, то в Малой оперной сбегала. Но не там, еще у нас есть... Оперета, например. Нет, в оперету мне говорили, но вы знаете... Это же что-то между академическим пением и как раз эстрадным, я не знаю, и театральным, мне кажется, что это... Вы правы, вы правы. Я в оперету, видимо, не добежала, не было времени. Но так получилось, что я поняла самое главное, что я, вы знаете, я страшная эгоистка. Я могу быть на сцене только одна. Терпеть либо ведущую, либо дирижер с оркестром, либо пианиста. И я поняла, что я не могу работать ни в каком коллективе, поскольку у меня свои проекты, у меня что-то свое, я всегда придумываю. И, может быть, вот это как-то меня... Ну, и потом мечта с детства. Вы знаете, я так думаю, что вот что-то вело. Вело постоянно, я так думаю, что это проведение. И слава богу, что оно так получилось, что я отошла постепенно от классики. Я ведь пришла в 97-м году, не сразу, я закончила в 89-м, а в 97-м я пришла к романсам. Вот я хотела спросить, в каком году абсолютно расспросились с академическим пением. Я вернулась в Петербург после своих многолетних гастролей. В общем-то, в момент перестройки и перехода из Советского Союза в Россию, я как-то так, мимо меня прошло, я была за границей. Но потом я вернулась, поскольку Петербург и Россия, это моя страна. Здесь я говорю по-русски, думаю по-русски. За границей я до шести вечера, я могла что-то говорить по-английски, потом отключалась полностью, я ничего не понимала, только по-русски. Поэтому я устала, просто устала и вернулась домой. Когда я вернулась домой, я еще делала несколько концертов классических. Последний мой концерт был как раз романсы и Рахманинова, и Чайковского. Но все равно тяготение, когда я узнала, что пошла волна развития романса, я просто, ну как сказать, я заново родилась. И поменяла свое амплуа легко. Но сегодня, замечу, все-таки не будет, вечер полностью посвящен романсу. Нет, 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 я потом от романса перешла к ретроэстраде. А, ну об этом мы чуть позже поговорим, когда постепенно подойдем, в общем-то, непосредственно к репертуару, который сегодня прозвучит. Так скажете. Да, 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 ретро. Вино любви, следующая песня. Проходят дни и годы И бегут века Уходят и народы И нравы их, и моды Но неизменно, вечно Лишь одно любви вина Пускай проходят века Но власть любви велика Она сердца нам пьянит Оно, как море любви Ви-ви-ви-ви, дай вина На радость людям дана Огнем пылает в крови Вино любви Вино любви Недаром Нам судьбой дана Раз даже в сердце старом Оно горит пожаром И как пирог влюбленный Старичок не поет Пускай проходят века Но власть любви велика Она сердца нам пьянит Оно, как море, бурлит Любви волшебной виной На радость людям дано Огнем пылает в крови Вино любви Пускай проходят века Но власть любви велика Она сердца нам пьянит Она как море бурлит Любви веселой вина На радость людям дано Огнем пылает в крови Вино любви У вас шикарная программа совершенно недавно была, с которой вы выступили к, видимо, привязанной, разумеется, к 65-й годовщине победы военных песен. И, по-моему, она состоит из репертуара Клавдии Ивановны Шульженко Расскажите, пожалуйста, об этом проекте Все началось с того, что мне стали очень часто говорить коллеги-музыканты, что появились какие-то нотки, как у Шульженко. Хотя я хочу сказать, что я грешна тем, что я не увлекалась никогда репертуаром Клавдии Ивановны. И так немножечко со стороны наблюдала. Ну, я не могу сказать, что я была поклонницей этой певицы. Но песни очень многие, конечно, мне нравились. И я, как человек с концернаторским образованием, я пошла в библиотеку, естественно. Я накопала очень много репертуара, включила некоторые песни в свои концертные программы. И, вы знаете, они пошли, пошли. Причем я даже неожиданно для меня это... Я думала, что просто обвалится потолок после ее одной из песен. И я стала думать, что уже надо как-то развиваться дальше. Я залезла уже в энциклопедию. В энциклопедии я увидела, что, оказывается, через год Клавдии Ивановны будет сто лет. Я начала дальше двигать этот проект к столетию Клавдии Шульженко. Ну, он достаточно... Не так получилось, как я хотела. Я хотела на всю Россию, конечно. Но Москва, Петербург и еще несколько городов... Да нет, это такие шикарные площадки. Узнали эту программу. Такие шикарные площадки здесь написаны, где... Ксения, человек так устроен, что ему всегда мало. Человеку всегда мало. Но тут вообще все центральное. Здесь не хватает только Кремля. И там я тоже пела. Так вот, тем более. Но здесь я считаю, что для... Ну, Кремль все-таки он более... Ну, я не знаю, для рода Стюарта. Вот я тут была. Вот. Мне кажется, что для вас как раз вот те залы, большие дома, соборы, где выступали, это намного приемлемее. Ну, я согласна с вами, да. И это поважнее будет, мне кажется. Я согласна, я согласна. И далее, значит, эта программа обрела уже вторую жизнь и третью жизнь, поскольку к 65-летию ведь очень много песен и синий платочек, что говорить, и военные песни, которые пела Клавдия Ивановна. И более того, я хочу сказать, что ведь во время войны женщина-певица, не имеющая ни одной военной награды. Но ведь сколько она сделала для победы. И ведь главнокомандующий Жуков, не секрет, вызывал ее перед решающими наступлениями. Она давала концерт. Чтобы вдохновить. И люди шли, и за 15 минут брали огневые позиции, которые не могли по трое, по шестеро суток взять. Вы понимаете? И меня это захватило. Мне стало это очень интересно. Естественно, эти песни очень пригодились к 65-летию. Народ их услышал, и концерты были. Я очень рада, я счастлива, что концерты эти состоялись. Ну, а сейчас я готовлю проект уже к 105-летию, потому что на следующий год будет 105 лет нашей великой певицы. А главное, что на ее репертуаре, на ее творчестве, и у нее, как у певицы, очень многие учились. Очень многие наши знакомые известные дивы. Ну, да-да-да. Начиная с самой главной. Ну, а да. Алла Борисовна считает ее своим учительницей, педагогом своим. Это очень приятно. А потом вот тут действительно, не знаешь, для надежды потеряешься иногда, потому что ты кого-то любишь, чье-то творчество, и так далее, и так далее, и берешься за это творчество. А оно как раз не твое. Это не значит, что если тебе это нравится, твое. Потому что вот я вспоминаю, сейчас в меня полетят булыжники отовсюду, но я очень не люблю персонаж Наташу Ростову. Очень не люблю. Ну, вот мне не нравится. Я, в общем-то, довольно сложно отношусь и к «Войне и мир», в общем-то, к произведению, безусловно, легендарному, грандиозному, классическому и заслуженному. Здесь я с вами согласна. Да, но меня прямо раздражает. Что самое интересное, именно с Наташей Ростовой я поступила в театральный институт, с монологом именно Наташи Ростовой, видимо, через ненависть. Через непр... От противного, что... Поэтому вот я просто говорю про... Там не то, что... Ну, вы не были просто поклонницей, да? Ну, как-то вот и есть, и есть, да? Ну, я так же, как и все слушалась... А как раз оказалось, что это вот именно то, что... Да, естественно, оказалось ядром моего творчества и смыслом, поскольку эта программа стала жить уже своей жизнью, абсолютно своей жизнью. И мне очень приятно... Ну, во-первых, конечно, мне как певица очень лестно, что вот я буквально на майские праздники у меня был концерт, и были... И приглашали на предприятие, были сольные концерты. И вот на одной из очень такой серьезных площадок страны ко мне подошли и сказали, «Боже мой, мы думали, что Шульженко приехала». Было приятно. Ничего себе. Было достаточно приятно. Люди не ожидали, что действительно кто-то выступает с такой программой. Но я считаю, что это должно жить, и это имеется... Да, это классика ретро-эстрады, но как Моцарт, бах, господи, что бы мы из себя представляли, если бы мы не знали классику. Поэтому я считаю... А это наша культура, российская культура, это наши российские песни, советские песни. И вы знаете, с удовольствием приходит молодежь. Конечно, я понимаю, что моя публика, это люди почтенного возраста, но вы знаете, последние концерты ломают эти стереотипы, очень много приходит как моих ровесников, так и уже приходят наши дети. Мне это очень приятно. Ну, конечно, прозвучит несколько песен песен из репертуара Шульженко, да. Голубка оттуда? Голубка оттуда. А значит, сейчас будет Голубка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 союза, награждена знаком Серебряный крест Георгиевского союза. И за что? За создание программы «Волшебный мир Дунаевских». Где, насколько я понимаю, каким-то образом вы соединили творчество отца и сына? На этом концерте принимал участие Максим Дунаевский. Он был в 2004 году. Ну, в 2003 году. За год до этого. А это была как ваша идея, раз вас наградили? Вы выступали в качестве автора идеи или режиссера? Автор-исполнитель. Дело в том, что я даже в интервью говорю, что я не формат для продюсеров, поскольку у меня всегда свои какие-то идеи. И я не вписываюсь ни в одно направление. Все время что-то придумываю сама на перерез. В 2003 году я придумала «Волшебный мир Дунаевских», потому что я пела очень много, пою. У меня в репертуаре очень много песен Дунаевского. И была задумка сделать вот такой концерт у нас, можно сказать, в одном из самых больших концертных залов Петербурга. И я пригласила оркестр Михаила Яковлевича Финберга из Белоруссии, потому что, проработав все постсоветское пространство, я поняла, что самый лучший эстрадно-симфонический оркестр – это у него. Уговаривать мне его пришлось очень долго. Парень очень капризный. – Максим? – Нет, нет. Нет, с Максимом было все замечательно. Получилось так, что… – Тот парень, это я просто… – Михаил Яковлевич Финберг. Я звонила очень много ему в Минск, мы разговаривали с ним, но получилось так, что я совершенно случайно на одном из концертов я встретила Михаила Сергеевича Боярского. И когда я ему рассказала, он так сначала воспринял это все, очень так как-то колко было, что вы хотите, что вам нужно. И когда я начала ему рассказывать, тут подошел Кирилл Лавров, Царство его Небесное, который очень всегда ко мне относился с большой теплотой, и сказал, что у тебя такая программа, и Михаил Сергеевич, естественно, как-то, ну, немножко стал мягче. Он понял, что я не просто так пришла с улицы, певица. – Ну, там аллергия, видимо, на пора-пора порадуемся просто. – Ну, вы знаете, аллергия – это аллергия. Ну, извините, сколько она дала ему славы. И, во-первых, женской любви неограниченное количество. Как можно от этого устать? Этого всегда не хватает. И я потом подкинул мне идею созвониться с Дунаевским, с Максимом. Я вышла на его жену. Жена, в общем-то, оказалась очень любезной дамой, соединил нас с Максимом. И, проговорив все это, Михаил Яковлевич, узнав, что согласились Боярский и Дунаевский… – То есть все так непросто. – Непросто, непросто. И тогда… – Сто раз проверить, отмерить. – Я подумала, боже мой, они согласны. Ну, надо же теперь самое главное – найти денег на все это. Вот это была задача. Но, вы знаете, все получилось в одночасье. Нашелся человек, который действительно захотел, чтобы этот проект жил. – Но это была разовая такая история. Или вы продолжаете с Негостролиной? – К сожалению, она не получила продолжения. Но дальше у Галины Ясной появились новые ясные планы по поводу Шульженко, Майки Сталинской и так далее. – Ну, я так думаю, что раз мы сейчас разговорились о… – Каким ты был? – Да-да-да, вот об этом проекте. – Каким ты был, да, замечательный. – Я так думаю, что звукорежиссер у нас в курсе. Я думаю, что было бы уместно сейчас тогда эту песню спеть. – Конечно, конечно. – Каким ты был? – Спасибо. Каким ты был, таким остался, Орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался, Зачем нарушил мой покой? Свою судьбу с твоей судьбою Пускай связать я не смогла, Но я желаю желать не в тобою, Я всю войну тебя ждала. Но я желаю желать не в тобою, Я всю войну тебя ждала. Ждала, когда наступят сроки, Когда вернешься ты домой. Ждала, когда вернешься ты домой. Но ты взглянулась, не догадался, Омчался вдаль, коса тихой. Каким ты был, каким ты остался, Но ты, дорог мне, такой. Каким ты был, каким ты остался, Но ты, дорог мне, такой. Вы такая затейница, у вас постоянно какие-то новые проекты, Вся жизнь в движении, это весьма-весьма похвально, Потому что люди, в общем-то, творческие, они ленивы в основном. Спасибо. И ждут, что почему-то им должны звонить, стучаться. Я иногда себя называю «я самопродюсер». Да-да-да, как-то почему-то и обижаются, что почему-то... А то, что, в общем-то, надо что-то сделать сначала, Это как в любом бизнесе, сначала надо потратить, вложить, А потом получить отдачу. Ну, как я всегда говорю, надо сделать 360 оборотов вокруг своей оси, Тогда, может быть, что-то, хотя бы однотысячное процента, что-то сработает. Ну, в данной ситуации так, потому что, вы поймите, Что классическая ретроэстрада, в общем-то, у нас, Она востребована на концертах. Да, зритель идёт с удовольствием. А что касается средств массовой информации, Ну, к сожалению, здесь без телевидения, конечно, тяжело. Что делать, но я не теряю надежды, Потому что я считаю, что это должно быть элитным искусством, Естественно, как и классика. И оно найдёт своё место обязательно. Пусть даже я ничего не добьюсь в этой жизни, Но я, во всяком случае, попыталась, и я была первая. Нормально, ничего не добьюсь в жизни. Вы уже очень многое добились. И, кстати, возвращаясь к ненасытности... Мало. Это такой вопрос. Когда я говорила о залах, Что о таких залах могут многие только мечтать, И заедут, и всё. Вы сказали, что мало, мало. Вот и сейчас сказали, мало. А что бы ещё хотелось? А что ещё вот... Что для вас хотя бы достаточно, а не мало? Ну, для меня достаточным было бы, Если действительно вот эти концерты Организовать на всю страну. Потому что у меня была очень хорошая идея. А, на всю страну. Чтобы это сделать в виде фестиваля. Сесть на паровоз. Можно сзади, мудрость. А, то есть тур какой-то сделать. И проехать от Москвы до Владивостока, Чтобы это узнала вся наша страна. Потому что пока я ещё в северо-западном округе Прокручиваю, но надо... Я бы хотела это сделать на всю страну. И я пишу письма постоянно И нашим министрам, И нашим советникам по культуре. То есть большое кругосветное путешествие. По России точно. Сейчас очень многие чиновники, Которые, в общем-то, уже достаточно высоких... Вернее, достигли определённых высот. Мы учились вместе в консерватории с некоторыми. И я им пишу и звоню постоянно. И, конечно, я бы хотела, Чтобы это действительно было. Поскольку как рок-фестивали, Как поп-звёзды ездят. Это же очень тяжело, на самом деле. Это действительно такая рок-н-ролльная Или очень уж сильно молодёжная история, Когда на поезде, на паровозе, на самолёте С пересадками, на автобусе, на перекладных. И вот по, я не знаю, по России даже. Я уже не говорю по бывшим республикам. Не по бывшим обязательно. Если делать это по большим городам, То это можно сделать на паровозе, Это можно сделать на самолёте, как угодно. Дело в том, что всё равно для таких концертов нужны... Я же не могу петь на улице. Вот я про то и говорю. Здесь нужны залы. А залы находятся в больших городах. Это во-первых. И потом здесь... Ну а что здесь этого бояться? Конечно, может быть, ещё лет через несколько, Я скажу, что да, я стара для этого. Да дело не в этом. Просто действительно далеко не везде, Не во всех городах. Это же мы живём в Москве, Петербурге. Нам так кажется, что вот это вот всё. Есть города довольно крупные. Я не знаю, вот Пермь, например, да? Крупный город. Но там нет воды по полгода горячей. Это дискомфорт, на самом деле. Потому что потому. Там везде есть свои загогулины. Где-то электричества нету с какого-то часа по такой-то. Я понимаю, я уже поняла. Нет. И дело в том, что мы-то, в общем-то, Разбалованные такие столичные штучки. Вот. Что? А далеко не каждый, даже крупный город, Может предоставить те условия. И потом климатически это же на связки может действовать, На всё такое. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. Дело в том, что всегда во все времена Требовалось и хлеба, и зрелищ. Понятно. И как бы ни было бы воды, Но концерты нужны обязательно, Потому что человек без церкви, Без духовности, без книг, без телевидения Жить не может. Всё равно нужно какое-то, Ну, может быть, я скажу, Не знаю, правильно или неправильно слово, Нужно какое-то утешение для души обязательно. Потому что человек, он не может жить без идей, Без стремления в будущее. Мы живём, потому что мы думаем всё время о будущем. Если мы всё время думаем, Что мы через какое-то время умрём, Мы умерли бы завтра. Поэтому здесь, я считаю, Что я ведь ездила по таким городам, Где действительно нет воды, И где очень трудно, Проблематично с работой очень многие, Но люди приходят. И мы умышленно делаем Очень многие концерты благотворительные, Чтобы люди действительно могли бы прийти. И когда они говорят, Боже мой, Жить хочется, Я говорю, я вас понимаю. Я ведь точно так же переживаю стрессы, Как и мой зритель. И точно так же, Как все наши россияне, Я такая же россиянка, И так же всё это переживаю. У меня бывает иногда так плохо, Что меня подвели там, Допустим, С концертным залом, Подвели, Там не дали денег вовремя, А всё уже заказано. И приходится отменять, Либо это приходится как-то перекручивать, Прокручивать. Мы ищем, Я и все, Кто мне помогает, Хочется вырваться за рамки двух столиц. Двух столиц обязательно. Я вам больше скажу. Дело в том, Что я тут приезжали из Израиля, Там тоже наши, Были в Америке, Там-то только наши есть. Там тоже наши, И они все хотят этого слушать, Понимаете? Они все хотят именно это. Но их приучили, Они смотрят тарелку, Их приучили только к медийным лицам, И привозят только медийные лица. И даже там они говорят, Что мы хотим, Мы знаем, Что там есть что-то другое, И лучшее. Но самое главное, Что ваше, Не знаю, Мечта, Не мечта, Желание, Чтобы было хотя бы достаточно, Оно, в общем-то, Сформулировано. Поэтому оно отправляется в космос, Вот, На нашей этой тарелке. Какие-то другие тарелки блокируют. Потому что бывает там чего-то, Хочется на утро проснуться с знаменитым, А каким образом и чего? А вы очень конкретно знаете, Что хотите, Поэтому так поэтапно-поэтапно, А ну как-то... Я уже вам хочу сказать, Что я достигла, видимо, Такого уровня, Что дело уже не в славе, Не в знаменитости. Вот знаете, Я немножечко как-то заболела, Я заболела эстрадой, Может быть, Как подсела на... Мне нужны концерты, Мне нужно общение с публикой. Ну да. Может быть, Вот я заразилась этим вирусом, Поэтому... Переходим сейчас К творчеству репертуара Майи Кристалинской. Вот, сейчас тоже... У вас целая программа Тоже сделана, да? Нет, нет, Там буквально несколько песен. Нет, там несколько песен, Так что... Да, и вот одна из них, Она называется Волны, Которая сейчас и Споется. Зачем я с вами в этот вечер? Зачем кружится голова? Зачем все чаще Ваши встречи? Ведь это море шепчет Изменчивой волной Любви слова. Но все, что нам подарит море, Перечеркнет прощанье час, И потекут года, И больше никогда Я не увижу вас. Волны, Катятся волны, Бьются О кромку земли, Как наша любовь Эти волны, Полынною горечью полны, И жажда счастливыми быть, Не утолить, Не утолить. На двух крылах Разлуки долгой Друг другу Стали мы судьбой, Но вдруг Ворвутся в сердце волны, Ворвется ветер вольный, И снова Зашумит Морской прибой. Но не ищите больше встречи, Не собирайтесь в дальний путь, Нельзя вернуть волну, Нельзя вернуть весну, Любовь нельзя вернуть. Волны, Катятся волны, Бьются О кромку земли, Как наша любовь Эти волны Полынною горечью полны, И жажда счастливыми быть, Не утолить, Не утолить. Зачем я с вами в этот вечер? Зачем кружится голова? Зачем все чаще наши встречи? Ведь это море шепчет, Изменчивой волной Любви и слова. Но не ищите больше встречи, Не собирайтесь в дальний путь, Нельзя вернуть весну, Нельзя вернуть волну, Любовь нельзя вернуть. Галина, вы женщина энергичная, И я так глубоко убеждена, Что если человек энергичен, Он энергичен не только там, В работе, Он энергичен во всем. И при всем том, Что, конечно, Очень какие-то проекты В разные проекты. Конечно, на скаку остановят, Горящую избу войдет. Да, да, да. И мне кажется, Что помимо творческих, Каких-то планов, В хорошем смысле, Амбиций, И так далее, У вас еще есть какие-то Такие, Ну, я не знаю, Увлечения, Которые как-то вот вас Восстанавливают. Я не знаю, Почему-то я вас вижу, Как вы сплавляетесь На Байдарко, Где-то в районе Карелии. Ксения, вы не льстите. Или у вас какой-то Грандиозный засол капусты идет. Боже, скрайни. Соль это яд. Это соленый яд. Или, возможно, Какая-то лепка пельменей На год вперед Вместе с какими-то Многочисленными друзьями. Родственниками и детьми. Да, да, да. Нет, ну что ты, Я сейчас просто вот сказала В разных, так сказать, Направлениях. Вы прекрасно сказали. Наверняка есть что-то такое Необычное, Вот какое-то вот, Я не знаю, Времяпрепровождения Или увлечения. Я хочу вам сказать, Вы мне польстили, Считая, что я могла бы Сплавляться по реке. Ксения, вы знаете, Я страшная трусиха. Я боюсь летать. Я боюсь высоты. Тем более я боюсь скорости. А в курсе собрались. Я боюсь скорости. Я всего этого боюсь. Но только любовь к искусству, Только жажда, Жажда общения с публикой Может быть, толкает меня на такое. Да, вы знаете, В свое время, Когда у меня были дети Еще очень маленькие, Сейчас, когда дети подросли, А мама осталась Все на том же уровне, Я говорю, Дети отошли в сторону, И меня мамой не называть. Да, в то время Я занималась тем, Что семья того требовала, И у нас были какие-то Свои увлечения. Мы собирали очень много Грибов белых. У нас на Псковщине Свое имение, Недалеко от Александра Сергеевича. Очень много грибов и ягод. И мне доставляло это огромное удовольствие. Но потом постепенно, Постепенно с возрастом Я поняла, Что соль – это яд, Как и сахар. Поэтому все, Что мы заготавливаем, Это мы благополучно Раздавали родственникам. Что касается лепки пельменей, Да, действительно. Действительно. Но я хочу открыть вам Маленькую тайну, Поскольку я родилась в Ташкенте, Ко мне друзья приходят На манты и на плов. Кстати, Максима Дунаевского Я завлекла на концерт. Вот плов-то, да. Пловом. Потому что я знала, Что он очень любит узбекский плов. А причем ведь разные есть. Там в Казахстане один плов, В Узбекистане другой. В Узбекистане даже несколько существует. Что вы? Там свадебные, Там, боже мой, Там еще какие-то... Они даже по цвету все разные. Абсолютно, абсолютно. Ну и поскольку я родилась, Я знала, У меня огромное количество друзей узбеков, Их мамы всегда готовили, Я подходила, спрашивала, Поскольку дома этого не готовили, Я всегда спрашивала рецепт. Ну, видимо, такая была пытливая девочка. Потом лучше меня вообще никто, Я считаю, в России не жарит шашлык. Потому что там есть одна Очень важная тайна, Которую никто не знает, Я даже вам не скажу. Я вообще всегда считала, Без всяких... Ну, что вообще, Что касается мяса, Это вообще мужчины лучше делают. Да, 400 грамм женщине От маленького барашка, И она их обязательно испортит. Но, видимо, Я должна была родиться, Может быть, мужчиной родилась женщина, Может быть, поэтому. Может быть, Что-то там перепутали. То есть маленький секретик есть. Есть секреты, конечно, Как и везде. И я с удовольствием люблю готовить, Естественно, Да, У меня все в порядке с личной жизнью. И даже когда Однажды я встретила Одного журналиста в Москве И сказала, Ты знаешь, Мне нужен скандал. Он говорит, А зачем тебе? Во-первых, это дорого стоит. Во-вторых, у тебя же все в порядке. А к вопросу о том, А что, где написать и так далее, И так далее, Вот вы говорите, Что вы не Радио, Телевидение Не показывают, Не формат и так далее. А многие Ищут компромиссы, Например, С кем-нибудь из медийных Делают какой-то дуэт. И тогда С дуэтом Можно Куда-то Про У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Ковров? Угу. Меня зовут Татьяна. Да, здравствуйте, Татьяна. Галина. Да. Вы такой красивый Красивый человек, Красивая женщина. Так красиво поете. Спасибо. Голос ваш такой красивый. И все у вас, У вас Прекрасно. На вас приятно смотреть. Спасибо. Понимаете, Это редко встретишь, Когда вот В человеке все красиво. Вот смотрю и любуюсь. Спасибо вам за творчество. Счастья вам, Здоровья и любви. Спасибо, Татьяна. Спасибо, очень приятно. Если бы еще знали, Сколько это стоит. Красота. Все по классику прямо в человеке Должно быть все прекрасно. Все прекрасно. Да, продолжаем музыкальную Музыкальную часть Нашего сегодняшнего знакомства, Нашей сегодняшней программы. Опять еще одна песня Из репертуара Майк Ристалинский Каким-то раньше был. Полюбить тебя Уж не хватит сил И одной тебе Хорошо Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне Ты пришел? Где ты раньше был? Где ты раньше был? Целовался с кем? С кем себе Самому Из меня Разве знает кто Сколько лет и зим Я улыбки жду Я улыбки жду И тепло Где ты раньше был? Когда я с другим С нелюбимым Над пропастью шла Где ты раньше был? Когда я с другим С нелюбимым Над пропастью шла Мы с тобой теперь Словно тьма и свет Полюбить тебя Мой единственный Где же ты Где же ты Был Добрый вечер Добрый вечер Алло Здравствуйте 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 Вы в эфире Здравствуйте Ксении Спасибо, что познакомили нас С Галиной Ясной Роскошный голос Роскошная женщина Роскошная женщина Просто смотришь любуешься. Очень жалко, что так много говорить. Она побольше попела. Спасибо. И очень хоть же повторили передачу. А будет повторы, конечно, когда именно на нашем сайте www.laminortv.ru Там вы увидите расписание. Погрели душу. Спасибо большое. Спасибо. Ну извините, что говорим, но дело в том, что знакомство состоит не только из исполнительской части, но еще же хочется как-то узнать поближе чем человек живет, что он хочет, о чем. В таком случае всегда можно сказать, что приходите на концерты, будем рады. Да-да-да. О чем мечтает, кстати, тоже, что касается каких-то выступлений. О чем я мечтаю? Однажды мне задали такой вопрос, и я ответила. О чем мечтает женщина мечта? Меня назвали женщиной мечтой. Я сказала, о мужчине мечте. Нет, но вы же сказали, что у вас все нормально. Но все равно мечтать-то можно, боже мой. А хоть женщина-дама не представилась, которая сейчас звонила. Да, жаль она не представилась, просто я уже хотела сейчас выполнить ее пожелание и попросить спеть следующую песню, но у нас опять звонок. Да, пожалуйста. Проснулись под конец программы. Здравствуйте. Они слушали, слушали. Да, 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 слушали. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы действительно познакомили нас с Галиной. Это, видимо, наша беда, что мы про нее не знаем. К сожалению, такие артисты не попадают на экран. Спасибо вам, Галила. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы делаете. Я, конечно, постарше вас, и для меня Шульженко, Бернес, Русланова, Утесов, это эпоха. И то, что вы повторяете, вы делаете большое дело. Дай Бог вам здоровья. Продлеваете жизнь песней. И силами, и силами, чтобы ваши все творческие планы сбылись бы. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Большое вам здоровье. Спасибо. Что касается следующей песни «Ангел», это что за песня? Это песня нашего современника. Вы знаете, Илья Олеников, все его знают как актера, артиста, режиссера. Комика. Комика, замечательная передача, автора передачи «Городок». Но, вы знаете, я его открыла как глубокого поэта, и очень профессионального композитора. Вы знаете, он пишет такое количество мюзиклов и песен, и совершенно случайно мне попала в руки запись с его концерта на какой-то вечеринке, где он пел «Ангел». Ну, Галя ясная, терпеть долго не стала. Она нашла мобильный телефон Ильи Оленикову, позвонила и сказала, что вот я бы хотела исполнить и записать, может быть, на радио пойдет, песню «Ангел». Он сказал, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, ну а как с правами? Он говорит, хорошо, что тебе нужно написать? Значит, если тебе нужно эсмейску написать, подтверждение, я тебе напишу. Он написал «Разрешарию». Ну, понятно, ошибку допустил. Но он мне разрешил петь ее. И сказал, сколько угодно, где угодно, никаких авторских, ни на что претендовать не буду. Самое главное, чтобы мои песни пели. И однажды в интервью я услышала, что он с большим сожалению говорил о том, что огромное количество песен он написал даже для своего сына. Ну, видимо, что-то не пришлось. Но здесь можно обижаться сколько угодно. Каждому, каждой песне свое время. И «Ангел» очень долго... Вы знаете, я долго-долго не решалась, кому отдать, сделать аранжировку, как ее спеть, как... И я до сих пор еще ищу. Может быть, она выйдет в другом музыкальном оформлении. Кто знает. Но то, что на сегодняшний день есть, зрители услышат. Песни изумительные и слова замечательные. А главное, я хочу пожелать всем зрителям, которые сейчас сидят у экранов, чтобы у каждого был свой ангел-хранитель. Поскольку ангел-хранитель – это наша защита, это наша помощь, это наша вера. И слава Богу, что люди могут пользоваться, воспользоваться помощью. У каждого есть свой ангел-хранитель. Ангел. Синий купол небесный Висит надо мной. Я лечу, оторвавшись от грешной земли. Синий купол прозрачный, как горный ручей. Я лечу и расправлю крылья мои. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. Голубой океан, мой небесный приют. Я лечу, несвободен, мой дерзостный дух. Корабли маяков, облаков маяки. Я лечу, я лечу, я летаю, Легка я, как путь. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. Вижу ангела с бледным, суровым лицом. Он бесшумно возник, Неожиданно вдруг. Он крыла моего, Чуть коснулся крылом. Мой хранитель, мой ангел, Защитник и друг. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня В дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, Левым беду и печаль. В вашем репертуаре все-таки больше песен несовременных авторов, да, я так понимаю? Да, да, да. Я пою как и старинные романсы, так же и песни ретро-эстрады 40-х, 50-х, 60-х годов прошлого века. Просто очень сложно, Энна, встретить своего автора, это очень сложно, потому что талантливых людей много, но не всегда можно... Огромное количество стихов и романсов мне приносят на концертах. Да, приносят. Но сейчас, понимаете, дело в том, что, конечно, я ищущий человек, я ищу новые песни, я бы хотела выступать с новыми песнями, с романсами. Анатолий Кальварский пишет для меня романсы, вот мы с ним, вы знаете, 9 месяцев практически, как он написал этот романс, прошло до той самой поры, пока мы его записали в студии. Как будто родили ребёнка. Ну, да, да. Антон Владимирович как раз по этому поводу очень хорошо шутит. Ну, да. Что, если что, я всех усыновлю. Ну, вы знаете, да, действительно, это очень серьёзная и трудная работа, потому что я ещё с детства, помню, я очень много смотрела фильмы про Аллу Пугачёву, понятно, что она у нас была, эталономы. И, вы знаете, я просто понимала, я понимала ещё буквально с детства, как это тяжело, потому что человек должен найти своего автора, должны понравиться стихи, они должны лечь правильно, как музыкант, я понимаю, что они должны лечь именно так, на мелодию, чтобы это стало стопроцентным хитом. Не может быть... Потому что те-то вещи проверены. Промежуточных песен не должно быть, тем более, что у певицы, которая уже имеет имя, у которой ещё имя маленькое, но растёт, всё равно нужны стопроцентные хиты. И это нам своим примером показали очень многие певцы, которых мы знаем, тот же самый Утёсов, Шульженко, Фрэнк Зинатра. А вот следующая песня, «Я тебя украду», она не Кальварского сочинена? Анатолий Владимирович Кальварский написал эту песню, и вот как раз через 9 месяцев... Да? Вот, собственно, об этой песне и шла сейчас. «Я тебя украду». Я тебя украду. «Я тебя украду» 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 «Украду» «Это нет». Это хмень заведёт, обвенчает закат. Рассвет разветёт! И пускай пропаду, но любви нет, Я прошепчу, как в бреду, Я сегодня твоя. И подхватят ветра В безоглядном огне, И подхватят ветра Долгий стон в тишине. Будет вечер шальной, Мы пригубим вина, Что во страсти хмельной Прозвенела струна. То ли в рай, то ли в ад Этот хмель заведет, Обвенчается, как Рассвет разведет. Будет вечер шальной, Мы пригубим вина, Что во страсти хмельной Прозвенела струна. То ли в рай, то ли в ад Этот хмель заведет, Обвенчается, как Рассвет разведет. Будет вечер шальной, Мы пригубим вина, Что во страсти хмельной Прозвенела струна. То ли в рай, то ли в ад Этот хмель заведет, Обвенчается, как Рассвет разведет. Галина Ясная, гостья сегодняшней программы, К нам приехал. А написано, как будто бы в 70-е, В такой стилистике. Она же вот 9 месяцев назад, Это же вот-вот-вот-вот совсем недавно. Или это 9 месяцев назад было, 20 лет назад? Нет, 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 это было в прошлом году. И Анатолий Владимирович просто, Ну как сказать, опирался на традиции романсовой. Именно на романсовой. Поскольку он знает меня как романсовую певицу, Здесь учитывалось все. Поэтому он в такой стиле... Нет, это большой плюс, Что это в стилистике такое. Он не выбивается из вот репертуара. Нет, абсолютно. Нет, конечно, конечно. Насей звонок. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Давайте побыстрее. У нас очень мало времени. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав из Омска. Угу. Я хочу сказать Галине, Ну, она красива сама, красивая душа. Все в ней красиво. Ей надо искать студии не по формату, Потому что у нас форматы студии очень убогие, Для минор, конечно, исключения. Спасибо. А по душе. И тогда и найдутся в крупных городах Хорошие люди, душевные и красивые, как она сама. Спасибо. Проблем, по-моему, нет. Спасибо. Она активная, все сделает. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Да, спасибо. Очень приятно. Спасибо большое. Ну что же, пришло время прощаться. Еще раз, крайне приятно. Я ко всем комплиментам, которые были сказаны со стороны зрителей, присоединяюсь. Спасибо. Было крайне приятно. Вообще, голос действительно уникальный, голос красивый. Мне бы хотелось, чтобы все ваши пожелания, которые сегодня вскользь и напрямую были высказаны, все это сбылось. И если вам вдруг предложат что-нибудь сделать оперное, не отказывайтесь. Не надо от этого отказываться. Тоже хорошо. Потому что... Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо большое с вами. Прощаюсь, как обычно, ненадолго. Всегда ваша Ксения Стриж. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»